За время дежурства происшествия не было, сэр. Это рутинный доклад на церемонии повышенной ответственности. Охрана Ее Величества, гренадеры и кавалеристы, заступает на 48-часовую вахту. Стоять по 2 часа, пошевелиться раз в 10 минут. Есть такая профессия. Покой и покой королевы защищать. Отдельная церемония смены караула, отдельный день рождения Ее Величества, обращение к парламенту, весь на скачке, это кажется гламуром. Антигламур. Рано встает охрана. В 6 утра завтрак, жиры, белки, углеводы в полном балансе для ответственной миссии. По четным, в 10 часов в седле или на плацу. По нечетным, в 10 часов стрельбы и марш бросков. Гренадеры на своих двоих, кавалеристы на танках. И не перепутай, гвардеец. Шапку лучше расчесывать щеткой. Это шкура канадского медведя. Мне от отца перешла, ему от деда. Маркус собирается на вахту, как отец и дед. Гордится. У виндзеров все поколения мужчин служили, а мы в поколениях служили виндзером. В одной руке медвежья шапка или по-солдатски кожа, в другой автомат. У рядовых шапки из целого самца канадского медведя. Ворсом вверх. У офицеров из самки. Ворсом вниз. Маркус рассказывает солдатскую байку. Хрущев в Лондоне подарил гренадерам медвежонка, которого вежливо передарили зоопарку. Спасибо, это солдаты меняются. А шапки еще с Крымской войны, как новые. В казармах напротив готовят лошадей. Щербинка на копыте. Оскорбление ее величества. А в ботинках должно быть видно, хорошо ли ты выбрит. Перед казармой старослужащие сдувают с молодых пылинки. Учитесь, родину любит. Где твое ружье? Не знаю, извините. Я его подобрал. Ты гвардейц или как? Громче? Не слышу. Не слышу. Громче. Три часа в любую погоду, чтобы все как один смотрели на кончик королевской шпаги. Нужны стальные нервы и всаднику, и лошади. Каждый раз во время вахты кто-нибудь положит мороженое на сапог и ждет. А вдруг всадник пошевелится? Паять надо, даже если пот в глаза льет. Зима в Лондоне теплая, а летом ад. Кажется, ноги свинцовые. И шапка 100 кило весит. Здесь нет нарядов и гауптвахт. Служба добровольная и оплачиваемая. Нет биометрических ограничений. А где, говорят, взять как в старину? Белый, голубоглазый, от 75 рост и до 35 возраст. И добровольцев столько не наберешь. И правозащитники следят за соблюдением права на работу. Нет дедовщины и ночных подъемов. Чтобы служить короне, солдат должен выглядеть. Пуговица перевернута, орел вниз головой у тебя. А когда ты был дантистом? Те, кто на плацу, знают, через час они меняют товарищей у дворца. Через месяц товарищей в Ираке. Горячо и, видимо, не впервой доказывают. Мы все-таки солдаты. И у дворца не туристов радуем, а несем коевое дежурство. Одно из основных правил гвардейцев. Мы не диванные собачки, а настоящее боевое подразделение с настоящей армейской взаимозаменяемостью. Сейчас здесь, на площади Уэльсы, они готовятся охранять покой королевы у Букингенского дворца. Еще три таких подразделения служат в Афганистане. То же самое с шотландцами. Два подразделения в Боснии, два охраняют виндерскую дачу. На миссии не пускают лишь тех, кому нет 18-ти. Здесь хвастаются. Мы ордена получали на всех войнах короны от Якова II. Мы ведь офицеры из Сент-Ферста. То, что принц Гарри собирается на войну, а как иначе? В них в семье все служили, а его дядя, принц Эндрик, был героем Фальпенской войны. Я в Ираке два месяца в акте Орбит. Я думаю, что интересы моей королевы охранять всегда непросто. Что у дворца, что в Багдаде. Жаль, что и нас коснуло сокращение армии. От полка половина осталась. Построение каре, как перед боем. Пешие гренадеры выходят вперед. Королевская стража. Немое восхищение туристов и фотовспышки. Уже привычная работа. Для тех, у кого такая профессия – королеву охранять. Ира Зиналова, Борис Анциферов, Первый канал, Лондон.